На Восточно-Сибирской железной дороге в настоящее время реализуется пилотный проект по внедрению программно-аппаратных комплексов автоматизированного мониторинга за качеством атмосферного воздуха. Таких комплексов на Байкале-2 в Слюдянке и Нижнеангарске, где мы и находимся. Здесь сейчас идет реконструкция участка железной дороги и автомониторинг воздуха – одно из главных требований экологического законодательства. Также большое внимание на очистку воды. По ходу движения «Матрисы» члены межфракционной рабочей группы «Байкал» в Госдуме осматривают организацию работ. Вода с железной дороги на площадь, на рельеф не выходит и, соответственно, не попадает в Байкал. Четыре, вы сказали, лоса? Здесь вообще на этом участке четыре лоса. На каком? Значит, у нас третий лос находится с этой стороны, значит, вот как в тоннель въезжали, там был второй лос. И первый лос у нас находился, значит, непосредственно там, где у нас стрелка лежит, то есть, ну, блокпост. И четвертый лос будет перед входом уже в Сиробайкальск. Сточные воды очищают комплексно сначала на локальных, а после отправляют на канализационные очистные. Такая многоступенчатая система, чтобы в Байкал не попали никакие вредные вещества. Здесь, на самом северном берегу Байкала, между Севербайкальском и Нижнеангарском в Бурятии, можно увидеть, насколько близко к Священному озеру находится железная дорога. И, конечно, может возникнуть любая ситуация, но главное ее предотвратить, ведь экология Байкала – это самое важное, что есть у нас, в Бурятии и Иркутской области. И чтобы предотвратить ситуацию, любую возникающую, например, разлив нефтепродуктов, здесь работает специальная аварийная база, где с точностью до мелочей продуманы все действия при ликвидации нештатной ситуации. Новое техническое оснащение, современные лаборатории, обученные сотрудники – важная составляющая базы. И место ее дислокации выбрали не случайно. Зона ее работы определена. Расстояние 330 километров – это водосборная площадь озера Байкал. Находится несколько серьезных рек. На данном протяжении железной дороги находится более 426 гидротехнических сооружений, в том числе крупных мостов 16 от 100 метров до 366 метров. Понятно, что каждое пересечение железной дорогой водного объекта, а так как они впадают в озеро Байкал, несет определенный риск. Сотрудники аварийно-спасательных формирований продемонстрировали полную мобилизацию. По легенде, в Байкал попала вязкая маслянистая жидкость, предположительно нефтепродукты. На места разлива немедленно отправился личный состав. А мониторят пятно с воздуха. За берега же развернули оборудование, сформировали кольцо и за считанные минуты ликвидировали загрязнение. Определить его характер предстоит в лаборатории. Эта работа позволяет нам обеспечить самые высокие стандарты и выполнить любые требования, какие существуют сегодня в законодательстве экологическом в нашей Российской Федерации. Кроме того, РЖД на объектах модернизации и строительства высаживает полномерные саженцы деревьев, чтобы устранить ущерб от сплошных рубок, которые в этой части необходимы для работ на БАМе и Транссибе. Если на этой стороне Байкала безопасность обеспечена, то на берегах в Иркутской области есть куда более серьёзная проблема – сели и оползни. Созрелась ситуация для сели проявления на Байкале. Это наиболее напряжённый участок Амардабан. Там и так и не ликвидированы очистные сооружения байкальского ЦБК, которые на горочке вот так вот стоят одна за другой. И они стоят как раз на пути селя. Если ударить сель в первую карту, произойдёт эффект домино. Просто всё выплеснется по очереди и уйдёт в Байкал. А это 7 миллионов тонн отравляющих веществ. Если сель сойдёт, Байкала попросту не станет. Единственный выход сейчас – это селезащита, очистка русел рек, строительство защитных сооружений. Чтобы провести превентивные работы, важно проработать законодательство. Сегодня на пяти объектах – это реки Большая и Малая Осиновка, Осиновка, Безымянная, Утулик, Харлахта – при реконструкции селезащиты необходимы сплошные рубки на землях лесного фонда. Придётся вырубить около 2000 деревьев с такой же компенсацией, как это сделали в северной части озера. Мы сейчас вносим законодательную инициативу, которая постепенно должна привести к тому, что у нас и будут сняты барьеры, ненужные барьеры на сегодняшний день для развития туризма на Байкале. Мы должны, конечно, прежде всего обеспечить селье безопасность. И вот эта законодательная инициатива для того, чтобы люди могли жить и отдыхать спокойно, чтобы люди могли быть уверены, что сошедший сель не приведёт к каким-то непоправимым последствиям. Члены межфракционной группы «Байкал» в Госдуме, а также сенаторы от Байкальского региона отразят в документе чёткий перечень объектов и представят инициативу уже на ближайшем заседании федерального парламента. Мадина Халикова, Иван Прокудин. Новости сейчас из Бурятии.